Главным тренером Волгоградского футбольного клуба «Ротор» назначен Олег Веретенников. Сегодня это решение руководство команды озвучило на пресс-конференции. Журналистам также рассказали о планах «Ротора» на новый игровой сезон и судьбе центрального стадиона. Пресс-конференцию с журналистами вице-президент клуба «Ротор» начал с официального представления главного тренера команды. 11 июня подписан контракт с 44-летним Олегом Веретенниковым. Легенда Волгоградского футбола, трижды становившаяся лучшим бомбардиром страны. До недавнего времени он занимал должность старшего тренера «Ротора». Решение принято совместно с нашими учредителями в лице Минспорта. Олег Александрович поздравляю. Олег Александрович уже созрел для серьезной работы, потому что он прошел серьезную школу, начиная со второй лиги, старшим тренером, ассистентом. И, естественно, набрался опыта определенного. Задача, которая стоит сегодня перед главным тренером «Ротора», непростая – вывести команду на лидирующие позиции в дивизионе. В сезоне 2013-2014 клуб занял лишь 15-ю строчку в турнирной таблице. А потому ставку Олег Веретенников по-прежнему делает на основной костяк команды. Я понимаю, на какая ответственность на меня ложится, потому что всем вам, наверное, известно, что непростая у нас ситуация в команде. И у нас и игроки уже, которых закончились контракты, которые играли здесь в основном составе, они уже покинули Куб. Возможно, потери будут еще и Пугин Алексей, и Семен Фомин, Абдель Ламанс. То есть здесь, в принципе, остались, пока вот на контрактах ребята, вот сейчас мы считали уже так, примерно, приблизительно 14-16 человек. Прошедший сезон для «Ротора» выдался довольно сложным, и в первую очередь по части финансов. Недостаток денег вылился в огромные долги – около 50 миллионов рублей. Для того, чтобы играть в футбольные национальные лиги, деньги нужно заплатить уже в ближайшее время. Поэтому сейчас в клубе идет оптимизация всех расходов. Главная задача – это, я прямо скажу, задача выжить. Сегодня уже ряд действий предпринято по поручению губернатора. То есть, понятно, что руководство клуба очень многое сделало для того, чтобы получить лицензию, но еще предстоит очень многое сделать до начала чемпионата, для того, чтобы нормально уже функционировать в процессе чемпионата. Еще предстоит изыскать средства для погашения определенного количества долгов. Первенство футбольной национальной лиги начнется уже в июле. 6-го числа «Ротор» проведет домашнюю игру с Сахалином. Кстати, планируется, что несколько матчей состоится на центральном стадионе. Его демонтаж перенесен с июня на август. Пока же руководство клуба и области определяется с площадкой, где команда будет проводить домашние игры. И здесь по-прежнему рассматриваются несколько вариантов. Стадион Логиново-Волжском, Волгоградский трактор и Зенит. Станислав Лопатин, Мария Иванченко, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».